Привет, друзья! Сегодня мы поговорим про заправку PSP-винтовок в частности. Исторически так сложилось, что первыми появились баллоны и ручные насосы для PSP-пневматики. Никакой электрики еще не было. Мы заправляли баллонами, которые предварительно мы возили на пожарные станции, либо просто в те места, где есть какие-то большие компрессоры для их заправки. Также были ручные насосы, которыми, естественно, не без потери сил, но мы могли свои PSP-игрушки заправлять. Но, скажем так, прогресс не стоит на месте, и у нас появились компрессоры. Также объем воздуха в PSP-винтовках увеличился, и особенно появились мощные прямоточные винтовки, которые насосом, ну, как по мне, не то что невозможно, а очень сложно заправлять, если, скажем так, использовать их не для охоты, а именно для спортивной стрельбы. То есть колбу 0,5 литров, чтобы заправить даже там со 180-250, нужно очень сильно попотеть. Особенно в жару 34 градуса, какая стоит сейчас у нас в Москве. Ну что, поговорим про компрессоры. Начнем с самого крайнего. Это компрессор Typhoon. Он, наверное, появился один из самых первых. Модель не доработана и, в принципе, доработана не будет. Компрессор имеет возможность подключать его как к автомобилю, так и к сети 220. Эти компрессоры полная лотерея, то есть он может проработать у вас достаточно внушительное время без каких-то проблем. Либо он может у вас сломаться чуть ли не через первую-вторую заправку. Компрессор можно починить, но достаточно много случаев безвозвратной утери его работоспособности. Также многие магазины его продают как достаточно качественное изделие под разными брендами, каких только нет. Ну, у нас он Typhoon. Также я встречал Energy, PSP Air, какие-то еще компрессоры. Их называют просто по названию магазина и продают самые разные деньги. То есть в интернете вы его можете встретить от 20 тысяч, как он у нас стоит, ну, примерно, даже, может быть, чуть дешевле на него сейчас цена, до 45 до бесконечности. Этот компрессор я бы не стал рассматривать, хотя, в принципе, для редкого использования побаловаться, вообще понять, что такое PSP-пневматика, его тоже можно рассмотреть. Это компрессор GX первой модели. Компрессор зарекомендовал себя как надежная, достаточная машинка. У него вот здесь охлаждающий элемент – это два маленьких вентилятора. Даже, кстати, такие компрессоры были с маленьким масляным картером, то есть там было масло, стравочный вентиль. На шланге у нас маленький манометр, который примерно показывает, что вообще происходит у нас с давлением. Вот. Сброс воздуха я уже показал. Подключение идет основное к 12, то есть к автомобилю. И через эти же крокодилы, через переходник, то есть преобразователь, он же адаптер, мы подключаем его к сети 220. Компрессор достаточно неплохой, достаточно недорогой, но как бы интересного в нем на самом деле мало. Это компрессор тоже GX, только уже последней версии. Выглядит он, кстати говоря, прям очень стильно. Тут прям все вместе, то есть 12 вольт, провод подключается по 220, сброс давления, переключалка с 12 на 220, старт, офф, отключение, внутренние достаточно большие вентиляторы, реле авто стоп. То есть мы устанавливаем нужное давление, и по его достижению компрессор отключается. Компрессор очень хороший, но у него периодически может давать сбои электрика. Это мы все чиним, то есть мы чиним все компрессоры, которые у нас представлены. И по гарантии, и не по гарантии, все запчасти есть. То есть этот компрессор я могу рекомендовать, он, наверное, самый маленький все-таки, из достаточно мощных портативных компрессоров, где все включено, повторюсь, все в одном блоке, все, что нужно для заправки. Следующие у нас два компрессора, это вот вы их можете тоже под разными брендами встречать. Обратите внимание, здесь есть вот такие металлические электрокнопки. Вот эти два компрессора я бы не стал рассматривать к покупке. Мы их брали, тоже пробную партию тестировали. Не понравилось строение, скажем так, мозгов основной платы. Она безвозвратно ломается, а стоит она, ну, как-то, наверное, половина компрессора, и не очень удобно иметь такую ненадежную вещь в обиходе. У них также установлен реле автостоп, вот, адаптеры на 220 встроены внутри, то есть тоже все, что нужно, есть. Но, опять-таки, если что-то ломается, а ломается обычно как раз у них электрика, то ремонт встает очень и очень дорого. Хочу обратить внимание на наш самый компрессор, скажем так, боевой, который у нас появился первый из качественных, и мы его продаем очень давно. Это зарекомендовавший себя компрессор Охотника.нет. Вот здесь без нареканий он и надежный, и легко чинится даже самостоятельно. Всегда есть всякие запчасти. Единственное, что у него адаптер на 220, то есть переходник идет отдельно. На шланге у него такой же осушитель, бочечка. Вечные кнопки. Соответственно, подключение к автомобилю выполняется через крокодилы также. Жидкость в манометре, многие пугаются, это глицерин. Манометр так называемый антивибрационный, то есть жидкость защищает его от вибрации и продлевает его срок службы. Вот этот компрессор, это все то же самое. Они раньше у нас продавались в черном корпусе, просто производитель их стал красить в оранжевый. Ну, дань моде, в принципе, у нас сейчас много оранжевых компрессоров. Все то же самое, вся та же начинка, только здесь есть реле автоматического отключения. То есть, как и у джикса красного, я говорил, вы выставляете давление, вот как, например, тут 200, например, да, то есть внизу цифра 200. И по достижению давления 200 он у нас отключается. Не так давно у нас появились компрессоры компании New Warrior. Вот, тоже изначально заказали только пробную партию. Вначале нужно попробовать. И я скажу, что они нам прям очень понравились. Вот этот компрессор, это New Warrior Luxury Mini, четвертая и последняя версия. Здесь он нафарширован всем. И реле автостоп, и встроенный адаптер на 220. Соответственно, он компактный, легкий. Как мы видим, у него вертикальная постановка. Отличный. То есть, по начинке и по его надежности, он абсолютно такой же, как наш черный компрессор Охотника Net. То есть, чинится вообще, как говорится, с полпинка. Ну и по надежности он ему совершенно не уступает. Он, естественно, стоит дороже, чем черный компрессор. Но за счет того, что здесь много-много-много всего. Если вам это все не нужно, и вам нужна максимально простая конструкция компрессора, то вы можете выбрать наш уже зарекомендовавший себя и прослуживший долгие годы портативный компрессор Охотника Net. Этими всеми компрессорами, ну, Тайфуном вряд ли он сразу развалится, можно заправлять малогабаритные баллоны для PSP. Мы являемся поставщиками в Россию продукции L-Safe. То есть, вы можете видеть баллончики различной емкости. Вот баллон 2,7 литра, на который сейчас объектив камеры наведен. Это очень прикольный баллон. Он достаточно большой, он почти 3 литра, но он коротенький, толстенький. Рюкзачок с собой положили, и несколько заправок винтовки у вас всегда под рукой. Но забить его все равно нужен компрессор. 3 литра, 2 литра и литровый баллон. То есть, в зависимости от того, как вы свое пространство для заправки организуете в виде рюкзака, в виде какого-то чехольчика, сумочки, у всех свои разные тараканы на этот счет. Этот компрессор оранжевый, это тоже продукция компании New Warrior. Это 2-х киловаттный компрессор повышенной мощности. То есть, если заправлять, например, винтовку лешей, то он, наверное, заправит ее за минуту. То есть, он быстрее во много-много раз всех других компрессоров. Весит он порядка 20 килограмм. Тоже его можно назвать портативным. В любой багажник автомобиля он поместится. Им можно заправить баллончик до 7 литров. Вот эти композитные малогабаритные баллоны он проглатывает как нифиг делать. Вот. Но самый его, конечно, плюс это в том, что винтовку, если вы к нему подключили, вам вообще не придется ждать. Отличие от других компрессоров, то, что здесь есть все-таки водяное охлаждение. А у тех компрессоров у всех оно воздушное, выполняется кулерами. Здесь есть такая пробочка. Мы заливаем туда водичку порядка 0,6-0,7 литра. И это помогает ему не перегреваться. Также здесь есть масляный картер полноценный, как и у компрессоров, к которым мы позже перейдем. Вот. То есть масло нужно использовать качественное. ВИДЖИ-100, ВИДЖИ-200, то есть специальное для компрессоров высокого давления. Термометр, который показывает вам рабочую температуру. Кстати, этот компрессор имеет более развернутые тепловые рамки работы. То есть если эти компрессоры, которые именно качественные, они, как правило, выше 40 градусов свою температуру не поднимают, то для этого компрессора допустима работа там и до 60 градусов. Здесь также есть реле автостоп, то есть мы можем установить нужное давление, как в баллоне, так и в любой другой емкости, в том числе и винтовке. И компрессор после завершения работы, после достижения давления, он сам остановится, сам отключится. Перейдем к следующим. Этот компрессор Yomi 1,8 киловатта. Это один из первых, наверное, компрессоров, которые у нас появились, вообще появились в принципе. Он, скорее всего, появился даже раньше Тайфуна, не скорее всего, а точно. Это компрессор тоже с двигателем, который работает с масляным картером. И водяным охлаждением. Сейчас я показывать не буду, но здесь в комплекте есть водяная помпа, ну, как для аквариума, которая гоняет, как фильтр аквариумной воду через его систему, тем самым помогая ему охлаждаться. Но, помимо всего прочего, здесь есть еще и вентилятор, то есть здесь охлаждение воздушное и водяное. Также на этом компрессоре, именно на этом, установлены реле автостоп. Эта модель продается только в Охотника.нет. В других магазинах вы сможете увидеть похожие компрессоры с разной совершенно начинкой. И некачественной, и качественной. С возможностью заказать запчасти, и без возможности. Но плюс этого компрессора, он очень ремонтопригоден. Скажем так, он надежный, но поломки случаются, в принципе, в любое время. И какой-то брак тоже не исключен. Он, в принципе, бывает у даже самой качественной вещи. Масло тоже нужно менять вовремя, следить за этим. Одно из самых популярных ошибок является не снятие транспортной заглушки, для того, чтобы масло не выливалось, и не смена ее на сапун с отверстием для прохода воздуха и для того, чтобы компрессор дышал при работе. Поэтому обязательно, тут прям красным все написано, что поменяйте после того, как решили открыть его все-таки и протестировать. Соответственно, сюда вставляются две трубки. На выход и на вход воды скручивается шланг. Рекомендуем докупать дополнительные осушители. И этим компрессором он достаточно мощный. Можно тоже заправлять баллончики вот эти достаточно быстро. Он вообще мощный, 1,8 кВт двигатель. И добивать баллоны 6,8 литров. Ну, если вы будете целенаправленно, там, может быть, даже в каких-то коммерческих целях, забивать баллоны с нуля, то долго он не прослужит. А так 6,8 достреляли там до конца редукторного давления 150, или там, не знаю, прямоточное плато у вас на 180 заканчивается. Взяли со 180 до 300, с тремя-четырьмя перерывами его заправили. Тоже, как бы, очень хорошая модель. И самое главное, она относительно бюджетная. И при этом у вас есть мощность. Весит он 15 килограмм. Маленький, как и портативный компрессор. Но требуется какая-то емкость в виде, там, тазика, либо ведра, и для его подключения. Также у нас есть компрессоры повышенной мощности. Это 2,2 кВт Yomi. Они тоже под разными брендами продаются. Особой разницы нет, но встречают совсем, извините за выражение, китайское дерьмо. И многие продавцы вообще отказываются давать на них хоть какую-то гарантию ремонтировать. У нас такого нет, мы их чиним. Вот. Тоже ремонтно пригодная машинка. Может заправлять баллоны, там, до 9 литров, до 10. Обращаться с ним следует аккуратно, потому что компрессор бюджетный, все-таки. И технику безопасности, и его экслужационные характеристики все всегда выполнять. Также здесь масло, большой вентилятор сбоку. И, как и у 1,8 кВт, водяное охлаждение посредством помпы и прогона воды. Через какую-то емкость. Чем больше емкость, тем дольше у вас, соответственно, вода будет нагреваться. И тем меньше вам ее надо будет менять. Некоторые люди даже ставят протоку. То есть, через какой-то крантик. И тогда вообще у вас все идеально. И компрессор может очень долго работать. Вот. Также можно для него докупить фильтры специальные. Две штуки подряд ставятся. Угольные тоже у нас продаются. И использовать его для заправки баллонов, для дайвинга. То есть, воздух, которым мы дышим, естественно, должен быть идеален и гораздо чище, чем тот воздух, которым мы стреляем. Поэтому этим не нужно пренебрегать. И какими-то масляными парами и отработкой дышать не стоит. Вот. Все компрессоры в Охотника.нет у нас всегда в наличии. Всегда в наличии запчасти. Всегда поможем с ремонтом. Вот. По гарантии и не по гарантии. Как бы все без проблем. Поэтому, если вы решили купить компрессор для PSP, для дайвинга, или просто для пейнтбола, для чего-либо, то в Охотника.нет. Если задавать конкретно мне вопрос, какой компрессор я бы купил себе, то есть рассмотрел для использования, то тут далеко ходить не надо. Поскольку я часто работаю с настройкой и много стреляю, то, наверное, в мастерской, как и стационарный компрессор, я бы выбрал 2-х киловаттник New Warrior Luxury. Почему? Потому что он заправляет винтовку быстро, а, как правило, это все в спешке, производится настройка и так далее. И он без проблем быстро заправит мне маленький баллончик, с которым я могу поехать в тир. Если же мне нужно взять компрессор с собой на природу, на дачу и так далее, маленький, который не занимает места, то есть максимально портативный, то я бы взял New Warrior Luxury Mini 4-й версии. А сейчас мы взяли две винтовки леший, стравили из них воздух до нуля. То есть на манометре у нас, что на этой винтовке, что на второй, ноль. Сейчас я вам покажу. Когда вы покупаете винтовку, у вас штуцер крепится на резьбе. Обязательно нужен вот этот переходник, он продается отдельно, то есть он у вас соединяется и навсегда остается быстросъемным. И к компрессору он подключается к его шлангу одним щелчком. Мы все подключили. Реле автоматического отключения мы выставили на 300 бар. Заправляем с нуля, как я это сказал ранее. Переводим вот этот компрессор на режим сети 220. Я нажал кнопку S. Закрутили стравочные вентили, чтобы воздух из системы не уходил. Включили вентиляторы у 2-х киловаттника. И, соответственно, начинается заправка. Закрутили стравочные вентили, чтобы воздух из системы не уходил. Как я и говорил, температура у большого компрессора рабочая гораздо выше, нежели у компрессора портативного. Здесь температура с помощью его родного охлаждения, как мы видим, в районе 20 градусов, а у большого компрессора в районе 60. Вот большой компрессор уже завершил свою работу. Даже больше, по манометру винтовки, там порядка 305 бар он заправил. А компрессор New Warrior Luxury Mini еще пока за ним не успевает. Ну, подождем. В принципе, этот компрессор и нужен для того, чтобы не спешить. Компрессоры 2-х киловаттники и New Warrior, по моему мнению, являются самыми удобными, самыми лучшими и продаются в Охотника.нет. Продолжение следует... Продолжение следует...